всем привет друзья мои всем здравствуйте и у нас 158 2952 серия ведьмака но сегодня я себя пробую в очередной раз в роли летсплей щека то есть я взял выходные все думаю что я сейчас отдыхаю но на самом деле я готовлю для ребят большой большой подарок потому что я перепрохожу абсолютно все игры дабы нагнать 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 как можно больше контента и чтобы наконец-то закрыть все свои долги перед аудиторией друзья мои сегодня ко мне на стол попал ведьмак идем по основному сюжету и всем приятного просмотра как всегда ставьте лайк ребят первый раз записываю вне стрима очень непривычно скажите как вам как обычно королевский лайкос обязательно проверьте ребят подписаны ли вы на канал весь плейлист ведьмака найдете по ссылочке в описании с вас комментарии лайк поехали так мы с вами остановились на какой-то очень жесткой тогда зарубе здесь какие-то медведи все по отлетали все поумирали и осмотреть место резни не использую ведьмачья чутье ну давайте посмотрим это маги или как тебе зубов переломы трудно сказать от чего номер юпты корула здесь сколько неудивительно что хальберны стек кровью ну это подставон подставон магический это я прям к бабки не ходи от рек колера такой молодой парень помянем молодой лугас медведи застали образ плохо ничего не успел сделать просто ну вы поймите из ниоткуда вот так вот взяться сто тысяч пятьсот двадцать восемь медведям это как-то очень странно тело так изуродованы что трудно сказать кто это может стендлин мишка смотреть ну ладно что у нас тут это маги это это сто процентов магия голова медведя на язык короткий как у человека и спасти несет медом и чем-то еще чем-то землистым земли из двери любят мед на только свежий странно что-то подмехом татуировка виде медвежьей лапы оборотень первые мысли оборотень заколдованный человек я не знаю старый шрам со следами швов получеловек полу медведь существо вроде ликантропа она сейчас не полнолуние значит обращение вызвано не луной может он съел что-то или выпил мед с каким-то землистым запахом нужно проверить рога и кружки следствие ведут но такие ну-ка все рога пусты не сейчас найдем сейчас как обычно где-нибудь на задворках о хиросе у каждого стола стояла чаша в этой был мед только мед что за землистая что это может быть землисты подождите а почему тогда все это как-то странно что ли посмотрите следы меда этот землистый запах какие-то грибы чаши пусты на запах остался он есть где-то еще в этой зале давай найду грибы есть мед какие-то грибы и человеческая кровь герез один стражник видел что случилось это были не медведи а какие-то люди которые обратились в медведей берсерки что берсерки это вроде как так скальды зовут воинов которые в полубое могут превратиться в зверя это сказка легенда но все совпадает правда правда вот только здесь был пир они поле боя кстати друзья мои писали в комментариях лёха пожалуйста читай серые диалоги по возможности буду читать увидел увидел ребят я кажется знаю что вызвало превращение мед который они пили понюхай мед добавили кровь и что-то еще кажется какие-то грибы но я их не узнаю думаю нам поможет херд он в растениях лучше всех разбирается ну давай спросим девки пляж чтоб ведьмак не знал какой-то растение или гриб ну это вообще это что-то прям должно быть мега заморская проще мара наша сделать так чтобы море поглотила предателей фрея госпожа наша я не помешаю тебе в молитвах ты уже помешал чем дело в одну бочку с медом добавили крови и чего-то еще каких-то трав или грибов керес говорила дай рог все дерзкий дед я знаю этот запах мардрём мардрём перес не ошиблась ты разбираешься в травах да особенно в тех которые влияют на разу успокаивают вызывают сон без сновидений удальник страдал долгие годы я пробовал помочь ему разными способами сперва молитву потом маковым молоком а теперь оно ему не нужно все не так просто но он понемногу отвыкнет эти грибы как-то связаны с берсерк все-таки это грибы но только вскрыт которыми убаюкивают детей в холодную зиму запомнить будет войны которые ели мардрём должны были в приступе бы его я самара и вращаться в зверей но как я сказал это только легенды знаю легче поверить в них чем в то что медведи появились из ниоткуда но это уже явно не легенды потому что нам посреди зала три здоровых медведя просто так не берутся где пир был не встречал этого названия на большой земле их называют иначе веселушки кажется крестьяне едят их чтобы притупить боль удальник тоже их пробовал но только пару раз потому что в больших количествах эти грибы вызывают видение кошмары надо это последнее чего удальник не хватало спасибо за помощь кровь и мардрём вкус человеческого тела и гриб который вызывает видение это могло вызвать приступ днева а возможно и превращение может быть но я не верю что метод отравили здесь в зале и что да не не ли не это это конечно это гоню я помогала готовить пир я бы заметила возможно это случилось прежде чем напитки принесли в зал еще в погребах пойдем может мы найдем какие-нибудь следы сейчас а яйца возьмем кто там в погребке там подсуетился хадость а кто-то траванул но это скорее всего сейчас наверно сложно будет найти войны возьмут дело в свои руки замок уже будет давай марш не открыто нападут на крах или друг на друга в лучших традициях скельги давно у нас не было настоящей гражданской войны силы у вас ребята традиция я знала что что-то случится было слишком спокойно арнвальд тоже так сказал на добрым перу имя ты кровь должны лица строя у него пожелание исполнилось прям в пол в полном объеме сказал исполнилось вот так вот так здесь крыс ничего не будем в принципе у нас очень надеюсь что я вопроса яс тоже делает что-то полезное они просто ищет драки спокойно он вспыльчив на неглуб я да мы храним на той стороне погреба внизу идем я покажу я рядом какое облегчение осмотреть погреб папа этот мед чистый здесь тоже ничего интересного бочка конечно же третье как всегда по закону подлости кровь и грибы интересно можно ли узнать откуда родом это бочка выглядит она так же как остальные они могли ее открыть и что-то подмешать тут давай 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 лёд варя значит замки придать окошко я была по-моему улучшена а это и есть улучшенное все хотел завершить наш расследование лукострее этот проход о халяв дай мне только добраться до этого пиромана они должны были войти там же где и мы может там остались следы возможно когда дверь захлопнулась и рванул огонь ты слышала как взорвалась бутылка нет но у меня не такие тонкие чувства как у ведьмака ты наверное слышишь как у меня волосы растут буду стараюсь не прислушиваться но вход и правда стоит осмотреть сейчас бы слушать как у кого волосы где растут так друзья я пожалуй вот так вот сделаю с вашего позволения вот второй левел между прочим мне кстати люди в комментариях писали лёха посмотри пожалуйста уже пора бы наверное мечи апгрейдить броню апгрейдить посмотрим ребят я к сожалению не знаю как задание называется но так давайте мы здесь сначала почувствуем кто-то вляпался в разлитый мед дурачок попался ну-ка родной прекрасные четкие следы липкие от меда след обрывается поищу другие следы поблизости наверное почувствовал как одежда провалась но слишком спешил что это обрывок тканей нет не может быть зачем арнвальд только он такое носит уверенно я видела его в главной зале сослугами пойдем сейчас чья-то чуть разлетится просто вдребезги буду мать чуть не обосрался гоним его жопа тебя не думаю что он послушает вали его на бок лома ему хер у тебя нет шансов еще посмотрим нахер говори почему ты предал или я закончу то что начал анкрай ты не должны сидеть на троне скелли это что-то знаю вас лучше остальных порывистые безответственные люди нужна стабильность сильный король расстрелять нахер выберет толпа пьяных ярлов интересно никогда не слышал от тебя таких речей но я знаю кто об этом только и говорит это берна бранда не умеешь ты брать армальд и это это зачем как зачем она все это устроила чтобы избавиться ну логично просто обычная борьба за власть получилось это ничего нового нет единственным претендентом на трон с келлигей доказательству мать двое зательство где деньги либо в герны может не хватить помоги нам и я попрошу отца чтобы он даровал тебе почетную смерть письма она писала как отравить мед там не подписи не печать смарт думаешь этого будет достаточно надеюсь ладно надо поторопиться пора созвать я сейчас бы на письмах которые говорят как отравить мед печати ставить это надо быть я не знаю конченым вообще от ярлов по твоему требованию керес ты утверждаешь будто знаешь кто стоит за резнёю в хаер тролльда говори кто пролил реки крови сыновей и дочерей скеллиги бирна бран эта девка сошла с ума ты думаешь тебе кто-нибудь поверит это ты приказала подать отравленный мед берсерком что не я распоряжаюсь слугами в хаер тролльды пир устроил твой отец он приглашал одноглазый по-любому с ними подтверждение троих слов лучше у меня есть свидетель она говорит правду это бирна велела 3 копались да ведьмак зашли в подвал и предал нас расстрелять нахер и тебя кормил люди это же слуга анкрайтов он будет говорить что ему прикажут даже если ему придется заплатить для радость а у нее по роже написано что это наш арнольд служил в каир тролль да сколько я себя помню как верный пес да конечно от меня он бежал падла я могу подтвердить слова кирис кирис склонила тебя на свою сторону а может крах просто заплатил чтобы ты меня чернил что-то сказала после того что я видел на спикерологи я верю ведьмаку обидно но это не доказывает да конечно а есть еще одно доказательство шо обидно есть еще одно доказательство пруф и вот письмо в котором бирна дала армальду указания как отравить мед чё с лицом что такое каждый мог его написать здесь нет подписи на перегамент пропах твоими духами знаешь у них ужасно сильный запах до сих пор чувствуется это все твои доказательства девочка это должно убедить всех что я изменится не смеши меня или направо кирис этого недостаточно чтобы доказать ее вину я марта же не представил ничего что могло бы обелить имя вашей семьи остается одно кольер лугас пора покинуть этот проблитый замок нужно решить какое наказание ждет ротан край у суки а это ошибках пакости совершаете большую ошибку а можно ее артам отсюда выкинуть нахер просто или чем на он сказала мне уйти перед пиром зачем папа опа чем ты это сделала откуда ты знала откуда сынок сдал вы не поверили керис вы не поверили ведьмаку но сыну который обвиняет родную мать мой она позорила себя меня я за улетит я сделала это для тебя призналась да я да признаешь свою вину сюда как старший из ярлов я возвращаю доброе имя роду анкрайтов а тебя мирно приговариваю к путем анальной парке пожалуйста я первый умрешь от голода и жажды твои останки расклеют чайки на из смерти она прыгнет сейчас стопудово не зря на краю подошла я прям уверен они смотри реально прикуют скале что думали просто так папу надо этими факелами бросаться с этим там спирт был я задохнул сам он я знаю красивый я не за стремилась к власти но чтобы пойти на такое что теперь будет сослан риге он утратил дом имя часть его ждет изгнание или смерть ну и правильно ну да хватит об этом еще раз спасибо герой спасибо с не за что а с тем монеты то конца чеканые на земле героев и пусть этот подарок тебя об этом напоминает какой а теперь я еду под гиды на совет ярлов пора назвать короля как думаешь на тебе подарок идет выбор а едешь со мной сам все увидишь на нашем совете может присутствовать каждый поехали чё не расскажу о тем более этот арбаш новый фаворит я так и думал ну пойдем ночью полетели главное что крысу нашли на самом деле то есть додавили потому что если крысу не нашли то весь бы этот рот бы прокляли это было вообще очень печально очень печально моего время наверно уже начали недавно мы вернули морю брана а сегодня призна кончается генны сцены кланов ступит на трон новая королева воздадим ей часть ух ёпта так королею что не забывай кто тебе помог не забудь про дядя лёшу не забудь там это чеканной монетой о в количестве желательно там нескольких тысяч штук я бы вы не обеднеете хотели видеть меня в короне я благодарю всех кто был за меня меня не забудь про меня я тут священным дубом клянусь что буду доброй королевой для всех я надеюсь на скеллиги воцарятся мир и достаток и вы поможете мне исполнить эту мечту ни про кого не забыли нет обидно лыси до я конечно не хочу показаться наглым слышь мать будешь хорошей королевой лишь королеву меня бы здесь пожалуйста чеканную монету папе в сумочку с говорится с людьми и с другом да будет непросто я видел луга сыновая нации он был взбешен это еще мягко сказали гордость но я попытаюсь с ним поговорить гордость испытала поперхнулся вспомнил бабы на корабле к беде ребята мне нужна твоя помощь мать надо помочь простая просьба ой я хочу просить тебя уж потекла что случилось у кого-то уж потекла тоже присадится пока нет но я считаю в шаге беда в том что когда я ее найду дикая фото сразу поймет где мы находимся поэтому я хочу забрать сырьев каар морхен и там дать призраком бой и поэтому мне нужны союзники мать ты не имеешь прав сейчас покинуть острова но я дам тебе моего лучшего вот это другое дело думаешь он согласится наверняка да еще и обрадуется ты же его знаешь о людо деба так мы тут такой уже стак собрали с вами вообще просто как конкретный вижу тебя прямо распирает от гордости ты не представляешь скажи мне разве какой-нибудь я может похвастаться такими детьми жаль только их мать этого не увидит а через будет хорошей королевой может она наконец помирит клан хорошо а если нет у нее всегда есть я и я если будет нужда мы поднимем за нее оружие но главное не это не падите так слышь красивый как настроение как себе конце концов меня же баба победила непростая баба это верно если уж бабе суждено было меня победить хорошо что я оказалась кейс и должен гордиться и алёйся ты же гордишься и вы хоть немного я бы гордился ну немного конечно горжусь конце концов мы одной крови тут соглашение не говори он начнет еще нос задирать интересно всегда так у братьев и сестер у меня просто к сожалению нет брата или сестры и родного всегда есть такой немножко цепан вот такое унижение напишите ребят комментариях очень интересно есть между вами такое знаешь типа то лучше кто хуже интересно дикая охота готовит нападение на гаэр морфин мне нужна твоя помощь призраки у ворот ведьмачьи крепости и друг моего рода я не могу тебе отказать тем более еще ни один он край не снискал славу в битве с такими врагами достойно немедленно спасибо уважение брат спасибо уважение просто огромный респект подожди еще что можно с кем-то побазарить скажу тебе веры после того как вы с ямором одолели ледяного великана ты для меня один из нас я похож на жителей у тебя сердце он край вот тут заглы ха 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 шо в гвинт партии расчехляем пацаны хочешь сыграть ой ну давай дядя давай по-быстрому давай по-быстрому а мы потрахаемся оперативненько оба же а эдуард суровый ранее извинить просто человек что за херню опять городит господи прошу прощения ребят вырвалась и понимаю как вообще происходит хочу давайте основной колодой просто сразу зайдем кем он играет чудовищами сюда на куканчик у морозит морозит так папа папа мой хороший ой ну да поехали я узнаете что думаю я случаем не забыл ли в бске нажать запись мне не забыл а полная то я тут записываю записываю непривычно ребят но извините я ж не летсплейщик я вот только вникая в роли это очень интересно ни хера себе ты там пулюш карты алё шо цири против цири не вопросы есть вопрос нет а начинается это колхозе утра давай еще одну скину карту вообще пусть еще одну такую же накинуть шляпу я буду очень рад и накинул зажал зажал падла так чушь тебе долбануть да ай ну давай ай ну давай заткнись не хера ты чё умеешь дядя что типа детский что ли пусть пусть еще одну скинет какой нахер трис не хочется отдавать как не хочется ну давай ну давай ай да жмем 3 против 3 уже карта остались все спасал все тупо а девочка да обидненько да как вот мне теперь только играть я хер его знает нет ну типа две карты всего осталось и карта мне еще одна не пришла до оба а шпиончик до сюда опа что за карта такое макей типа давай сейчас еще здесь заставим его скинуть а а я знаю как сделать час часа его заставлю еще одну карту кинуть кидай могла хорош дядь я хочу правда расстроить немножко есть вот такая карта прекрасная ой что все да а так ты в принципе а все всего москва конечная родной все уж я думал он прям дожмет чем-нибудь у нее что-то видать то ли рука плохо заролилась то ли у меня шпион просто удачно попал все дядя сорян но пожалуйста карту нам подгони на базе на базе вечном карта пожалуйста я ювелир как говорил одна женщина возьми она тебе больше пригодится ну ка ну ка ну ка ну ка что за карта жил и тебе будет интересно сразиться с одним человеком кайр тролль он обычный портной но противник достойный его зовут с юста тролга смотришь их за траву что давайте сразу к этому входим чуваку так а чё за тролгер годите тролгер это скорее всего у чудовищ у олега чудовищ пригодится так ведьмаку заплатите еще раз горит споешь эту песню я тебя на хрен отпишусь подойди сюда чё 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 надо чё хотят частью мать природы не обделила меня голос то что другие видишь ли один из нас и друг они меру и заклятили эликсиры карту для гвинта стас могут вернуть сильнее чувство отличнейшую карту для гвинта что я подумал может быть ты я конечно не говорили около дерева гвинта мне же в комментариях мать его где-то писали то что лёха обрати внимание стоит под деревом типа друид или кто-то еще я такой каким нахер деревом это вот этот наверно чувак только что он даст какую карту плевать можно попробую нам любая нужная даже не знаю с чего начать мимо что напугать а именно слить не возносит молитва и своим выздоровлением мне кажется или мне кажется или очень громкая стала музыка прям реально громкая конечно глючит в наушниках но я чуть-чуть ребят потише сделаю так кто там у нас шоковая терапия жестяная посуда может наделать много шума если у нее как следует грохнуть когда он пойдет спать мне обосрался может если я повершу ему огонь и он что-нибудь скажет есть тот самый молчащий дуэк глупый вопрос когда ты потерял голос можешь показать на пальцах я понял очень приятно с тобой уже прикольный какими способами тебя пытались лечить я думаю ответ тот же бой он знаете на кого-то маньяк похож а у того что не мой он еще и глухой вижу мы не договоримся прощай разговорами тут кажется не поможешь мешать друиду а ну типа греметь да все вот этот осиное гнездо может получиться его использовать для шоковой терапии как жопой туда сесть за крепота еще мне соседным гнездом с этим сделать о мухи 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 ну два из трех на я все равно падла раскалю костер зажег а я чё я ничего чё костер потушить нельзя вижу мы не договоримся прощай о костер надо потушить как говорится лес все пропало три года ни слова ни единого писка до сегодня я нарушил ты доволен но как сказать сорян мужик по я не знал мне сказали что молчишь и я отсюда слышал как он вопил отличный рабочий ведьмак а вот награды как я и обещал не люблю когда из меня дело вообще обед молчание типа чувак дал собой еще раз а не имеешь по-настоящему улада хочу за карту он не дал а карта где и оверт что это за ни хера себе она она чисто для этих для эльфов not bad поговорить с крахом погоди о чем тестовым мы же вроде разговаривали а все я понял я хотел поговорить мы всего только в карта обыграли с ним же еще побазарить надо так но здесь она на просто у нее спрашиваю нелегко я должен попросить тебя об одолжении говорит знаю где цири но знаю также что когда я до нее доберусь дикая охота тотчас об этом узнает не придут за нами мы должны будем ответить на их удар сперва черные теперь призраки ну что поделаешь приводи цели сюда да не тормози сюда не 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 я не могу рисковать твоими людьми местом хренел тут всех порежут морхен в сотнях миль отсюда а то чтобы перебросить туда войска уйдут недели да и оставить острова беззащитными перед нитгардом герак прости я не могу этого сделать в таком случае не буду отнимать у тебя время прощай постой я не оставлю тебя совсем без помощи пойдем со мной кого-то еще даст прекрасная работа у тебя талантливый кузнец и расти кладенец не у меня а у короля орланда анкрайта у эрланда каменного кулака то есть это клинок зимы я думал его не существует он выкован махаками закален в огне дракона принадлежал роду он край то в столетия и теперь он твой ты не ты чё брат это это же меч рода вашего не 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 тормози родной я не могу его принять можешь и должен позволь мне сделать хотя бы если ты настаиваешь благодарю что как-то даже неудобно как-то некрасиво ребят нужно же умеет хорошо тебе служит отправь этих призраков туда откуда они явились такие сделаю прощай ну ну хотя бы так это неплохо еще замечу я не понял такой судьба серебряный меч плюс 16 но это вообще на неплохой такой эти скажу меч плюс 14 ялмара меч клинок зимы такое говнецо на самом деле шанс вызвать заморозку плюс 10 процентов кстати арбашка надо будет сразу взять ни хера себе контроль и тут просто в мече не мере но и останусь я думаю я вывезу их ребят я же этот бэтмен 5 безумный человек уж в эту ночь открывайте давайте как выйти-то отсюда ли уж кто-нибудь выпустит нет здесь уже вроде праздную труботяги так все друзья мои дайте мне эти выйти пяточка это мне папу к и я вам тут помогаю помогаю монтирую монтирую так друзья мои ну что ж я мои хорошие предлагаю на этом серию закончить а ты как всегда ты уж пожалуйста не забывай поставить как обычно пальчик вверх на видеоролике это максимум что я могу попросить от тебя и конечно подписаться на канал 40 минут серия получилась очень хороший очень интересный прям четенько мы уложились ну а с вами как всегда был я лёха мой ник антаро адуна вы находились на канале хардплей кстати ребятки мерч очень такой тон мягенький греет душу и вообще крутой прям вот вот крутой вот поверьте мне на слово можете ребятки заказать по ссылочке внизу в описании обязательно переходите поддержите дядю лёшу и с радостью буду рад видеть как эти вирусы все закончится кого-нибудь вот в моем мерча то я вот частенько в москве где-нибудь вижу или в своем городе ой прям подхожу сразу руку жму говорю да ты же мой родник сейчас правда руки жать нельзя но я буду кричать издалека все ребятки всем спасибо всем удачи добра и храни вас бог ребята пока пока ну что посмотрел видос посмотрел и лайк поставил и на канал ты подписался красава удачи братан встретимся в следующем видеоролике удачи